всем доброе утро здорово хэллоу бандиты неожиданно было видеть утреннем кадре нас двоих блестит еще попшикать надо залакировать и все проснулись улыбнулись покушали сейчас никита выдвигается в магазин за рыбкой горчиком счастья быстренько напишу список чинете буду говорить ты будешь записывать хорошо что нужно сегодня приезжает никитина родители с костиком и рыжиком не оставят нам и костика и рыжика на походу с рыжиком нам оставят на неделю но костика на неделю и рыжик без костика и вот будет у нас тут интересная целую неделю погода вроде хорошая просто прикол в том что каждый день погода меняется постоянно вот смотри мы только вот показывает другое вот буквально 10 минут назад солнце светило переменчив ветер перемен тут дует до походу дождь намечается поэтому никите нужно будет идти он возьмет вас с собой расскажет вам некоторые информации а готовить мы будем что суши на нашем исполнении поэтому я сейчас буду ставить вариться рис правильно чтобы он оставал заранее никита пока сходит в магазин все купит вот я все подготовлю будем крутить суши и еще борщик наверно приготовлю что может костика знаешь борщик вот ладно все меньше слов больше дела как всегда никита одевается вот корт в кофту держит и валит в магазин так значит девчули мальчишки я вышел в магазин надо купить все для суши немножко там еще продуктов надо других прикупить сейчас по дороге зайду в дпд спрошу сколько бы стоила высылка диска playstation потому что мы с кристиной решили что у нас очень много дисков которые просто не используются ну в ноль такие самые какие-то любимые я решил оставить да и просто те которые например эксклюзивы playstation я тоже решил полностью оставить а те игры которые как например reded redemption 2 или detroit которые по выходили на компьютер но я все-таки решил их продать потому что я в них играю на компьютер и смысла держать них на дисках пустышном никакого нет буквально получается что около половины дисков не нужно продать и задумываюсь еще чтобы продать там 12 картриджа для нинтендо но это еще под вопросом поэтому сейчас зайду в бдпд и спрошу сколько бы это стоило потому что уже были заинтересованы и интересно ли они вообще сегодня работают а походу нет понедельник пентак дещанта 18 сегодня дпд не работает на дань и отбор и пашек но 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 может инф какая то есть нет закрыта хорошо я щас иду значит в каррифур там есть почта почта польска и спросим сколько бы это стоило там не знаю или она тоже сегодня работает надеюсь что работает в общем сейчас мы с вами это узнаем не знаю ли кристина вам говорила но у нас больше очередной локдаун все полностью закрыт кстати mpik открыт на удивление я думал книжные магазины тоже of нет некоторые магазины все-таки открыты но выглядит это все достаточно грустно как у меня ртв закрыт открылся я смотрю у них пункт приема пункта тысячи заказов вот магазины в основном закрыты есть какие-то исключения rossman например открыт естественно открыты естественно открыты магазины с едой как каррифурт туда мы идем очень интересно или сегодня суббота работает почта сейчас мы к ней поближе подойдем узнаем смотрите интересная вещь написано что в субботу с 9 до 20 работает а нет открыта все таки смотрите это я дурочок неправильно нажимал джей добрый я хочу запытащить или была посылка такие маленькие патрушки где была такая пыта он ну на территории краю на территории краю на территории краю до 1 кг а теперь то из есть такая маленькая она там стограмма может быть есть а то здесь я тогда Почта польская работает и высылка стоила бы 5,99 Не так уж дорого Не помню, вот совсем не помню, сколько я платил за высылку в ДПД видеокарты Не помню Но вообще, окей, инфа есть, значит буду уже знать, что клиентам отвечают, потому что некоторые действительно уже писали по этому поводу Все, кстати, в магазине в Зайцах и Яйцах Пасха скоро, пасха скоро, огромные киндеры, вон по 48 злотых, обалдеть, что в нем интересно Знаете, что меня удивило все-таки? Я думал, что больше магазинов закрыто, но даже, наверное, меньше, чем половина закрыта магазинов в этом торговом центре А шмоточные все закрыты, но большинство магазов открыто и они косят типа под магазины первой необходимости Всякие там ключницы, я не знаю, правильно, ну хоть как по мне правильно, это не магазин первой необходимости, но в любом случае Он открыт и всякие книжные, росманы и так далее Короче, я говорю, магазины, которые косят под магазы первой необходимости, они открыты Я думал, что все-таки локдаун позакрывает большую часть таких заведений, но нет, как-то, как-то уклоняются от этого люди Ну, конечно, бизнесменов, держателей магазинов понять можно, это уже терпеть просто Я не знаю, я не знаю, как вообще большинство бизнесов это все переносят, большинство, наверное, и не переносят, к сожалению В этот раз выдвигаюсь в магазине, я знаете почему? Потому что я не знаю, блин, Никита написал список и забыл попить огурец за список А еще главное, что мог бы купить, точнее, не купить что-то другое, но огурец, блин, один из самых важных элементов на сегодня Потому что мы делаем суши и мне нужен огурец для суши Вышла я прям вот так, в спортивных штанах, в пальто и даже не одевалась Потому что, знаете, что я вам скажу? Выбежать в бедронку за одним огурцом, как бы, в таком прикиде, я думаю, нормально будет При том, что в Польше, вот, реально, людям всем так пофиг на то, как ты выглядишь Вообще, реально, никто не запаривается, можно реально выйти в кигуруми, вон, Мара сейчас скидала фотку У нас с подругой мы в этих пижамах, блин, как вот у меня стич, у нее был миньон и дракончик в магазин И нормально Время попрощаться У нас следующий день, ну, просто так вышло Не было времени монтировать, да, сегодня все смонтируем, выложим Мы вчера просто сидели все так вместе Ну, этот блок выйдет вечером, а следующий утром Да, следующий как надо И не сидели-сидели, потом фильм посмотрели, и Никита такой, спать, и все спать А я такая, а влог, а что? И я тоже люблю спать Поэтому вот, мы проснулись, покушали, сейчас одеваемся И уже то, что будет происходить в следующем влоге, вы узнаете В следующем влоге Поэтому сейчас прощаемся и начинаем сразу До встречи в следующем влоге Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok